Российские спортсмены-паралимпийцы, специалисты в сфере физкультуры и спорта, а также представители органов власти, активно готовятся к предстоящим олимпийским и паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Омская область является признанной кузницей спортивных кадров и потому для обсуждения насущных вопросов подготовки спортсменов с многодневным визитом в наш город прибыли первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, пятикратный чемпион паралимпийских игр Андрей Строкин и директор Федерального центра подготовки спортивного резерва Константин Вырупаев. На сегодня исключительно в процессе подготовки к Рио задействованы порядка 500 спортсменов из разных субъектов Российской Федерации. Из них порядка 40 – это спортсмены Омской области. 9 июня почетные гости участвовали в пресс-конференции, посвященной паралимпийскому движению в России и мире, а также перспективам омских атлетов на играх в Рио. После общения с прессой спикеры отправились осматривать важнейшие объекты спортивной инфраструктуры Омска, а также смогли оценить уровень их оснащенности и удобства для тренировок людей с ограниченными возможностями здоровья. Важными точками на карте этого маршрута стали мощная база колледжа профессиональных технологий, центра художественной гимнастики, омского велотрека и центра единоборств. Великолепный спортивный комплекс. То, что касается велотрека, мы здесь уже проводили неоднократный чемпионат России для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Для наших спортсменов-тренеров этот трек очень нравится. Он, я думаю, на самом деле лучше сегодня в стране. Одним из ключевых моментов в программе пребывания представителей Паралимпийского комитета России в Омске стал семинар-совещание по актуальным вопросам модернизации системы подготовки спортивного резерва, прошедшей в стенах Сибгувка. В рамках многочасовой встречи были озвучены основные направления госполитики по указанному направлению на современном этапе, а также рассказано о состоянии системы подготовки спортивного резерва в Омской области. Итогом семинара стало принятие решений о поддержке инициативы Минспорта России о модернизации данной системы и предложение о совершенствовании действующих нормативно-правовых актов по вопросам создания организаций нового типа. Главный итог конференции, что мы не просто слышим друг друга, а мы начинаем чувствовать себя как бы одной командной, одной семьей, которая делает одно общее дело. Тем более, сейчас нас, я думаю, что объединит документ, это концепция подготовки спортивного резерва до 2025 года, которую поручение нам дал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Мы, я думаю, что тоже вот эту концепцию уже в таком рабочем порядке обсудим, в том числе с экспертным сообществом Омской области, с муниципалитетами, и они дадут нам предложение, которое мы обязательно учтем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова